Как заставить нарцисса скучать? Вы можете задать такой резонный вопрос, зачем заставлять его скучать, зачем вообще с ним общаться? Значит, объясняем. Если вы находитесь в отношениях с человеком, у которого есть нарциссические черты, причем настолько выраженные, что вы понимаете, что они разрушают эти отношения, они разрушают вас. И более того, вы понимаете, что так получилось, а так бывает, что у вас к нему ранее уже была сформирована эмоциональная привязанность. То есть вы к нему привязались и понимаете, что вы не можете просто взять и выйти из этих отношений, потому что есть эмоциональная какая-то привязка, он вас на какой-то крючок подцепил. И вы понимаете, что он собирается вас утилизировать, то есть вы понимаете, что он в ближайшее время собирается вас как-то оставить. И тут в такой ситуации у вас может быть такая дилемма. Умом вы понимаете, что вам из этих отношений, собственно, нужно уходить, и вам будет лучше, если вы из этих отношений выйдете. Но поскольку эмоционально вы к нему привязаны, то вам не хочется, чтобы он вас бросал, вам не хочется, чтобы он вас утилизировал, потому что это очень сильно провалит вашу самооценку. И в такой ситуации нужно, когда ты понимаешь, что тебя сейчас нарцисс будет утилизировать, с одной стороны понимаешь, что это в принципе рационально в твоих интересах выходить из отношений, но с другой стороны выйти так из этих отношений, чтобы получилось, что не он тебе утилизировал, а ты сама вышла и он еще от тебя потом скучает. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы говорим о том, как заставить нарцисса скучать. То есть, грубо говоря, когда вы выходите из отношений, чтобы не вам было плохо, а чтобы ему там было плохо, а вы чувствовали себя опорно и устойчиво, чтобы вы из этих отношений были готовы к другим здоровым нормальным отношениям. Если вам эта тема интересна, мне кажется, она должна быть интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. И первая вещь, это тебе важно не создавать такую атмосферу минора, печали, грусти и тоски. Мы помним, что умом ты, в принципе, понимаешь, что тебе нужно из этих отношений уходить, и они как бы рационально, ты осознаешь, что не в твоих интересах. Но эмоционально у тебя есть привязанность, потому что это, нарцисс не способен к формированию здоровой близости. Если ты с человеком находишься в отношениях, у тебя формируется к нему близость, и близость, ну вот так вот, щелчком пальцев, просто как пониманием нельзя разорвать, ее нужно как-то пережить. И поскольку ты все-таки к нему привязана, то, предвидя расставание с ним, ты можешь испытывать тоску. Так вот, тебе очень важно не транслировать эту тоску, то есть не постить какие-то грустные stories у себя в соцсетях, не писать какие-то грустные статусы, или что ты посещаешь какие-то драматические грустные фильмы. Также в живом общении тебе не стоит со своими знакомыми или какими-то третьими лицами вообще говорить, что вот такая ситуация, мне кажется, что я никому не нужна, вот он уходит и так далее. Потому что может так и казаться, что он это узнает, он скорее всего за тобой следит, если он собирается тебя утилизировать, то это означает, что ты источник его нарциссического ресурса, ты важна для него, ему важно тебя бросить по своим правилам. Если он понимает, что ты ходишь и жалуешься на то, что ты что-то переживаешь, это то, что ему нужно получить. Всю свою тоску, все свои переживания важно переживать в формате психотерапии, в безопасном, конфиденциальном, таком закрытом пространстве, то есть ты ходишь к психотерапевту, ты с ним это обсуждаешь, проговариваешь все эти мысли, возможно, нужно что-то выплакать, что-то проговорить, может разлиться, в специально подготовленном, огороженном, безопасном формате, вот в кабинете психотерапевта или в онлайн общении каком-то. В жизни тебе важно, ну не то, чтобы там как-то бодриться и показывать, что у тебя такая прекрасная жизнь, но по крайней мере демонстрировать нужно то, что ты живешь нормально, стабильно, у тебя есть какие-то увлечения, у тебя есть какое-то удовольствие вокруг тебя, чтобы нарцисс не чувствовал, что ты как будто бы вот начинаешь предчувствовать и уже начинаешь страдать. Он тогда, как вот акула, которая чувствует запах крови, сразу же будет в тебя вцепляться. Вторая важная вещь, если ты уже сталкиваешься с тем, что он начинает говорить, что вот наши отношения идут в никуда, похоже, надо с тобой расстаться и так далее, если ты уже понимала, что речь идет к какому-то расставанию и начнет тебя уже как-то вот бросать, тебе важно, подготовившись, в такой ситуации сказать, ну да, возможно, нам действительно стоит взять паузу, или, ну да, ты прав, эти отношения действительно в последнее время перестали приносить удовольствие, возможно, нам стоит расстаться. То есть, чтобы не было такой ситуации, что он как бы уходит, а ты его упрашиваешь остаться, ты как будто бы говоришь, ну да, в принципе, если ты хочешь расстаться, то, ну возможно, я в принципе тоже могу тебя поддержать. То есть, в таком плане, ты снижаешь эту сверхценность его идеи выхода из отношений, то есть, он может выйти из отношений, ты можешь выйти из отношений, вообще это вопрос какой-то дискутабельный. Ты таким образом лишаешь его этой сверхсилы. Если вы, предположим, решили расстаться или какую-то там поставить паузу, то последняя вещь, которую тебе стоит делать, это следить за его соцсетями. Причем, даже если ты думаешь, что вот, ну ты зашла к нему куда-то в такую соцсеть, где, ну, каждый может зайти ее, он этого не отслеживает, все равно это как-то косвенно он узнает, что ты ходишь на его соцсети и следишь за ним. Поэтому тебе нужно, во-первых, перестать за ним следить, то есть, перестать, ну, мы с тобой не общаемся, чего я буду смотреть, как ты там живешь. А программа максимум, это взять его и заблокировать хотя бы в части этих соцсетей. Просто ты его блокируешь, чтобы таким образом ты производишь такую, как бы, санацию, очищение. Своего рода это такая профилактика срыва. То есть, во-первых, он поймет, что вот он вроде как предложил расстаться, ты эту идею мало того, что поддержала, а не ползала за ним на коленях, так и сама от него в некоторых вот соцсетях, ну, как-то отписалась или там его заблокировала. Опять же, в этой ситуации он поймет, что это не я управляю этой ситуацией, а мы или вообще она управляет этой ситуацией. В этом месте он начнет как-то вот переживать, потому что чувствует, что ничего себе, так значит, она достаточно значимая, еще раз сама может выйти. Значит, там еще есть, что из нее взять. То есть, есть еще тот наркотический ресурс, который ее у нее не взял. И в таком случае твоя переговорная позиция будет более сильной. Даже если ты понимаешь, что умом я все равно из этих отношений ухожу, то ты будешь уходить, что ли, ну, с более сильной позиции. Тебе эмоционально будет проще переживать это расставание. Ну и четвертая вещь, она очень важна вообще в любой ситуации, ну, в этой ситуации она в частности достаточно важна. Тебе нужно вернуться к себе, тебе нужно заботиться о себе, тебе нужно организовывать свои там круги общения, свои круги каких-то увлечений, какие-то осваивать новые хобби, вернуться к прежним хобби, потому что в контакте с нарциссом часто, ну, вот человек, когда сближается с нарциссом, нарцисс заставляет изолироваться. То есть мы с тобой вместе, у нас с тобой идеальная пара, зачем тебе эти твои подруги, зачем тебе твой этот спорт, зачем тебе там какой-то, не знаю, твои там что угодно. Давай мы будем с тобой вместе, все делать вместе. Ты в такой ситуации изолируешься, асоциализируешься, и потом, когда ты, когда нарцисс тебя бросает, это его план, то ты оказываешься одна, ну, как будто бы вот вообще у разбитого корыта, такая сирота, сиротевшая, потому что он всех от тебя отогнал, сам тебя бросил, и ты вот беспомощная, нет никакой опоры. Вот нужно эту опору себе возвращать еще до того, как там даже ты вышел из этих отношений, просто потому что это важно заботиться о себе, важно уметь находить ресурс, собственно, какой-то эмоциональной такой стабильности, чтобы ты могла им управлять. Если я знаю, что я там, ну, хожу на волейбол, не знаю, куда-нибудь там, в карты играю, и что угодно, на какие-то лекции, посещаю какой-то поэтический кружок, театральная студия, танцы, что угодно. Если я знаю, что у меня вот эти какие-то процессы есть в жизни, то они сами по себе достаточно такие опорные, то есть ты можешь опираться на тех людей, с которыми ты являешься единомышленниками, с которыми ты находишься в каких-то процессах. Любые такие эмоциональные перипетии легче перенести, если есть на кого опереться. Возможно, стоит подумать о том, чтобы пойти на психотерапию, это может быть личная психотерапия или групповая. Если ты ходишь на психотерапию, смысл в том, что, ну, скажем, одна встреча раз в неделю, или какая-то групповая встреча раз в две недели, ты ходишь на эти встречи и ты знаешь, что у меня вот это есть в жизни. Я сейчас была, через неделю буду, потом еще буду, и у меня есть какой-то такой формат, где я могу опереться. У меня есть формат, который достаточно стабилен. И все вот эти нестабильные такие реверансы этого нарцисса, они, опять же, опираются об эти вещи. Собственно, если вы нуждаетесь в такой помощи, вы можете записаться на консультацию ко мне. У меня под каждым видео на канале есть ссылки на мои соцсети. Пишите мне там личные сообщения, мы с вами договариваемся. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы когда-то сталкивались с ситуацией, что нарцисс собирался вас бросать, как вы это пережили. Возможно, у вас есть какие-то, ну, собственные такие лайфхаки, собственный опыт, как вы его как-то переиграли. Это будет очень важно. Я буду очень благодарен, если вы так напишите. Также, если это видео вам понравилось, тема кажется важной, поставьте лайк. Я буду вам благодарен. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких. И до встречи в следующих выпусках.